Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с полномочным министром-заместителем главы дипломатической миссии посольства государства Израиль в Российской Федерации господином Ронаном Краусом. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. В рамках визита гости посетили музей истории Казанского университета. Экскурсию провел советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов. Далее слушатели проследовали в императорский зал, а затем в мемориальную ленинскую аудиторию. Вчера мы общались с еврейской общиной и узнали, что в Татарстане представители разных национальностей живут в согласии, что между президентом республики Татарстан и еврейской общиной налажены хорошие отношения. Это большая честь для республики и для нас, что такие проекты создаются вместе. Напомним, что в КФУ планируется возразить центр иудаики, и представители посольства Израиля будут принимать активное участие в его воссоздании. Затем гости отправились в отдел рукописи и редкий книг научной библиотеки имени Лобачевского, где заведующая отделом библиотеки Эльмира Мирханова продемонстрировала бесценные экземпляры книг, а также уникальный список Торы середины 17 века. Отметим, Торы – это главная священная книга иудеев. В иудаизме первая часть еврейской библии. Конечно, они оценили то, что для них была подобрана специализированная литература. Они, конечно, очень интересовались. Многие издания для них были открытием. Так что я думаю, что наш университет смог открыть для них новые страницы. И, конечно же, это благодаря многочисленным научным школам, которые в нашем университете складывались с начала его основания. Далее гости проследовали в Институт международных отношений Казанского университета, где Ронен Краус выступил с лекцией «Россия-Израиль. 30 лет восстановления дипломатических отношений на английском языке». Еще одну лекцию «Общественная дипломатия на русском языке» прочитал пресс-атташе, первый секретарь посольства государства Израиля в Российской Федерации Рами Теплицкий. Елизавета Никитина, Александр Гузнецов, Универньюс.